В гостинице Украина появится сухой фонтан. Водная чаша у него есть, но она находится ниже уровня земли. Конструкция небольшая и должна хорошо вписаться в свободное пространство. К его обустройству рабочие поступили в феврале. 144 струй и столько же прожекторов, расположенные в 36-ти отверстиях, будут работать синхронно. А еще этот фонтан с акустической и музыкальной подсветкой. Будет, соответственно, лазерные проекторы воспроизводить изображение на струи. Струи будут динамическими, они будут делать какую-то хореографию, которую будет заказывать окатчик. Соответственно, он будет эквалайзером к каким-то музыкальным композициям, которые, соответственно, скорее всего, выберет администрация города, герб города, например, ну и какой-то девиз. В общем, какие-то изображения, возможно, будет в вечернее время увидеть на водных струях. Фонтаны на Большом Москве устанавливают субподрядчик из Москвы. У компании 20-летний опыт работы. Только сейчас параллельно они трудятся еще на пяти объектах по всей стране. Сейчас монтируется насосное оборудование. Впереди отделка чаши фонтана и навесов. Подача воды будет обеспечиваться, соответственно, из муниципальных систем. Фонтан будет замкнутой системой, то есть вода наливается, например, один раз в сезон. Далее, соответственно, она проходит четырехступенчатую очистку. То есть фильтра грубой очистки непосредственно в чаши фонтана и дальше, соответственно, песчаный, ультрафиолетовый и последующая фильтрация. То есть вода в замкнутом цикле постоянно фильтруется. Сейчас сухой фонтан на площади Ушакова готов более чем наполовину. А второй – тот, который у торгового центра «Диалог» сдадут чуть быстрее. А здесь, вы видите, сейчас идут уже последние приготовления к пусконаладке фонтана. Территорию убирают, пылесосят. Сам фонтан будет светодинамическим. То есть все 24 струи, которыми он будет наполнен, смогут менять свой цвет и высоту. В подвальном помещении находятся шкафы управления, которые и будут обеспечивать бесперебойную работу фонтана. А управлять им можно будет дистанционно. Заработать оба фонтана должны примерно в одно время с открытием всей улицы Большой Морской, то есть к 20 апреля. Светослав Данилов, Деливер Меджитов, Новости Севастополя.